Алло, Джизус и ВиДжин. Алло, Джизус. Я, да, на связи, на связи. Здорово, шо, включай веб-камеру, будем с тобой веб-камить. Да-да-да, щас включу. Чё рыгаешь, покушал? Не, я только проснулся, ты что? Я даже покушать не успел. Так торопился на твой стрим. Реально, а чё ты так поздно просыпаешься, сразу туда вопрос? А, ты знаешь, где я живу? В Америке, да. У тебя, наверное, время немножко другое. Да, у меня время другое, у меня... Непростое. ...непростое, поэтому я нормально просыпаюсь. Время непростое, понял прикол? Типа, сколько времени? Hello from America, всем привет. Ты не поверишь, меня никогда так много не смотрело, представь себе. Вот это уже твой рекорд, да? Это уже мой рекорд, да. Так много людей на меня ещё не смотрело. Слушай, Хесус, бро, ну так, ты этого хотел, я для тебя это сделал по красоте. Ой, слушай, спасибо, спасибо. Жаль, да, конечно, что немножко не супер на таком как бы дружеском формате. Сейчас, извини, сцену поправляю. Жаль, что не как бы на таком супер дружеском формате, но тем не менее, всё равно неплохо, правда? Ну да. Не, ну я не знаю, насколько это будет неплохо или плохо, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, смотри, Хесус, итак, давай сразу с основы начнём. Ты твёрдо утверждаешь, что ты меня не хейтишь, правильно? Да, правильно, я тебя не хейчу. Давай тогда посмотрим отрывки, которые мне скинули до стрима, и ты их как-то прокомментируешь, и мы с тобой вместе подумаем, является это хейтом или нет, с объективной стороны. Давай. Ну давай попробуем. Давай начнём издалека, мне скинули более десяти нарезок. А можно, блин, понимаешь, нарезки смотреть это не очень, там всё время, как бы, знаешь, так вырезаны из контекста, и немного непонятно, о чём идёт речь. А ты прокомментируешь, ты прокомментируешь. Часть всего, ты понимаешь, как что-то, возможно, агрессивное, но если смотреть полностью, то будет немного иначе. Ну давай сейчас ты прокомментируешь, вот случайную какую-то включил. Так, что? Так, и чё, и где тут хейт? Смотри. Тоже ты хитрый, блядь, или что? Это, по-твоему, хейт? Серьёзно? Может, в данном примере не было хейта. Подожди, у меня их более десяти, я их не просматривал до стрима, но мы... А, так ты их ещё не посмотрел даже. Не, ну слушай, мне кажется, это было зря. Так мы сейчас вместе посмотрим, смотри. А хорошо, давай, какие у тебя вопросы? Касательно этого куска, ты заявляешь о том, получается, что я обязан пиарить Ваню, как только он просит. Он говорит, обязан прям, это моя прямая обязанность. Если я так не делаю, значит, я хитрый и неправ. Правильно? Такова твоя позиция в этом видео? Нет, я не говорил, что ты обязан, но в то же время, когда он попросил, я не совсем понял, почему ты отказал ему в рекламе. Что в этом плохого? Учитывая, что до этого ты рекламировал свой Инстаграм, но почему-то не решился рекламировать его Инстаграм. Это было объяснено ещё тогда на стриме. У Вани была очень плохая репутация, и от него тогда ещё массово отписывались, и зрители писали в основном хейт в чате, в комментариях, и к Ване был в основном хейт. Он попросил пропиарить свой Инстаграм, я ему сказал, я это сделаю без проблем, если зрители типа захотят, если они проголосуют, что типа окей, потому что если зрители не хотят, и я просто пропихиваю им Инстаграм через Ctrl-V, спамлю в чат и говорю, подпишитесь, как это выглядит, если зрители не хотят, вот они говорят, мы не хотим подписываться на Ваню, там мы на него обижены за то-то-то, а я пропихиваю, беру его Инстаграм в чат. Это же некрасиво. Подожди, ну это странно, подожди, почему у него была плохая репутация? Как можно на Ваню обидеться? Он безобидный человек, что он такого сделал? Я понимаю, что там на тебя люди могут обидеться, да, у тебя плохая репутация. Но Иван, что настолько было плохого, что даже нельзя было его Инстаграм прорекламировать? Особо суперплохого он ничего не сделал? Нет, ну как, он вообще-то сделал. Он, смотри, во-первых, сказал, что не будет со мной стримить, это серьезно, взять отказаться от стримов, когда мы создаем такое как бы уникальное интересное шоу, это достаточно серьезно, говорить о том, что ты резко без причины хочешь прекратить эти стримы. А второе, общался во многих моментах очень высокомерно, то есть позволял себе высказывания а-ля «теперь ты будешь договариваться со мной о стримах через менеджера», прямо на том стриме он говорит «теперь будешь со мной общаться через менеджера» и говорит мне о том, что я буду теперь стримить и с другими стримерами тоже. То есть он просто зачем-то говорит много лишней высокомерной чуши на той стриме, говорил. И взять и пропихнуть на фоне вот этих его слов его инстаграм, лично мне показалось неуместным абсолютно. Слушай, может быть, вот по поводу его высокомерия и прочего, это он у тебя научился? Ну, возможно, мы с ним уже поговорили, он такого больше говорить не будет, это было тогда, больше он себе такого не позволял. Ну, ты вспомнил вчерашний мой стрим, ты же тоже много чего говоришь, и почему тогда твоя аудитория, ну, как бы, тебе за это не предъявляет, а вот Ивану она предъявила? Вчерашний твой стрим, это когда я поссорился с двумя твоими друзьями? Ну, да, ты моих друзей оскорбил без причины. Нет, друзей я не оскорблял, там был Лагода, нормальный чувак, я его ни разу не оскорбил, и был второй, Жора его, по-моему, зовут. Вот его я пару раз действительно оскорбил, потому что Жора мне не понравился. Ну, не пару раз, а очень много, ну, ладно, ну, как бы это было нехорошо. Он говорил про меня неприятные вещи, мне пришлось перейти на оскорбление, чтобы легче перенести ту боль, которую он принес мне своими словами. Чтобы как-то ее облегчить, я немножко его оскорбил. Ну, вот такая вот у меня тактика, может, она некрасивая, да, облегчать свою боль оскорблением своего обидчика, но исправлюсь когда-нибудь, я еще молодой. Ну, короче, по поводу Ивана, я считаю, что даже если он там и не хотел с тобой стримить, ну и что теперь, угрожать ему, отказывать в рекламе Инстаграма, ну, это тоже странно, это как-то вообще неправильно. Нет, в итоге я его Инстаграм прорекламировал, и очень хорошо, не на том стриме, а на следующем. Вот, ну, в общем, этот момент, он, он такой себе, ладно, не я особо толком ничего против не имею, не ты, давай посмотрим другой какой-то момент твой. Давай, давай, давай. Мой менеджер, когда скидывал моменты про тебя, он их подписывал, я буду читать, как он их подписывал. Этот момент он подписал так. Старая нарезка, как он пытается переманить Ваню к себе. Давай посмотрим. Так, вот я ему что написал. Привет, Хисус, я посмотрел кусочек стрима, я тебя не посылал туда, но у него была еще реакция на меня. Ты послал Хисуса нафиг, да? Нет, я ему написал, доброе утро, я подумал, я подумаю, просто у меня много дел. И я подумал, что, и он подумал, что я его послал. Ебать, Катана, ты мне нарезку скинул на 10 минут, он подумал, я подумал, блядь, ты ебаный бык, вонючий. Нет, я знаю, что это такое, могу сразу тебе просто объяснить, что это такое. Ну давай досмотрим, чтобы зрители понимали, на что ты отвечаешь, а то зрители не понимают. Потому что ты сказал, что у тебя много дел, Хисус подумал, что ты его послал, да? Да. Так, я ему написал извинение, и... И ты еще за это извинился. То есть ты сказал человеку, извини, пожалуйста, у меня много дел, он сказал, что ты меня послал, и ты извинился. Эээ, наверное. Так, слушай. Хорошо, идем дальше. И кто твич мне запрещен, договариваться надо с Никогвая. Правильно. Так. Никогвай запрещает тебе приходить к другим настрим. Так, я ему пишу, только на твич, и только подавиваю, а я у нас с ним. И пишет он мне. Это странно, я думаю, ты сам праве решать, с кем и где тебе проводить время. А, это переписка, бля, Катана, ну ты дебил, вонючий, сука, потная, вонючая свинота, блядь. Что ты мне скидываешь, 10-минутный диалог, где просто переписка Вани с Хисусом. Там я столько моментов видел, блядь, где Хисус про меня говорит, а ты скидываешь какую-то переписку. Иди, сука, умойся холодной водой в кране, блядь. Еще раз, чтобы я тебе доверил, что-то мне скидывать, блядь. Хороший у тебя менеджер, слушай. Да, ну ладно, но все равно прокомментируй, все равно прокомментируй. А что комментировать-то здесь? Ну ты написал, ну каком-то из стримов, да я понимаю, да, Ваня на каком-то из своих стримов сказал, что типа он мой подписчик, и что он хотел бы со мной постримить. Но ты отреагировал на это как-то жестко, такой типа, что, не, там, я на тебя обижусь, или что ты ему такое сказал. Вот, но я все равно решил ему написать, проверить его реакцию, что он скажет, что он об этом думает. Ну и вот, и он мне отвечает, что это надо у тебя спрашивать. И тут я, конечно же, ну как бы удивился очень сильно, типа, что, блядь, почему у тебя надо это спрашивать? Ты кто ему вообще, чтобы разрешение у тебя просить, куда ты ему пойти, или что ты сделал? Иисус, а смотри, а такого разве не было? Ты состоишь в 89-м складе, состоял раньше всю свою жизнь. У вас что, не было, например, расписания стримов, кто в какое время запускает свою трансляцию? Подожди, не, конечно, такое есть, но при чем трансляция? Смотри. Но никто же не, братишкин же, например, не запрещает мне идти на стрим, предположим, к Эвилону. Я могу спокойно это сделать. Ну, потому что, наверное, между тобой и Ваней есть колоссальная разница. Ты стример на Твиче, который, ну, мягко говоря, является здесь ветераном. Ты с самого чуть ли не создания стрима этого Твича стримишь на этой платформе, да. И, соответственно, ты идеально ознакомлен с правилами, да и ты, в принципе, построил себя, ну, как стримера, как личность. Ваню я привел из ТикТока на стримы, он не был стримером. И он не разбирается просто. Я не хочу наблюдать на других трансляциях, как люди делают то же самое, что делаю я. Мне это тупо неприятно было бы видеть. Не, подожди, ты считаешь, что все будут издеваться над Ваней так же, как и ты? Я не издеваюсь над ним. То, что ты называешь это издевательством, это твое субъективное мнение, с которым кто-то согласен, кто-то не согласен. Я, очевидно, не согласен. Я уже много раз на это отвечал, что если для вас подколы дружеские по типу «Ваня лысый глобус сел в автобус» или что я звоню его маме, чтобы там спросить, как у нее дела на стриме, если для вас это самое настоящее издевательство, то у вас очень испорченное представление о том, что такое издевательство. Вот что я вам хочу сказать. Потому что для меня это дружеские подколы, это шутки, это смешные шутки, с которых смешно и мне, и Ване, и зрителям. Смешно всем сторонам, а не так, что мне смешно. Ну, даже я ни разу не видел, чтобы Ваня смеялся, например. Я ни разу не видел, чтобы он тебе отвечал тем же, понимаешь, какой-то такой же шуткой, как ты это говоришь. Обычно он сидит и терпит. У него такое лицо, знаешь, он даже не понимает, что происходит. И он сам отвечал, когда вы с ним стримили, что что-то он понимает, конечно, но что-то он не понимает. И вот таких моментов, где он что-то не понимает, куда намного больше. Ну, он учится со временем, он становится все сильнее и сильнее. То есть, в этом, кстати, и была изюминка, что он просто не подкалывал меня в ответ. Но это же неплохо, что человек не подкалывал меня в ответ. И то он старался, старался и в моментах подкалывал. Просто это было реже, чем подкалывал я его. Это очевидно. Но все же это не называется издевательство над человеком. Ваня очень счастлив. Он невероятно какой счастливый. На фоне всего, что я для него сделал. Типа, ну, сам понимаешь, я его познакомил и со звездами, и его кумирами, с которыми он очень хотел познакомиться. И Даня Милохин, и Мия Бойко, и вот Света Соло, за которым он давно наблюдал. Свидание я им устроил. Понимаешь, я сделал для человека... Да, я видел от свидания, ну, слушай. Ну, да, прокомментируешь еще, как Света над ним издевалась, тоже прокомментируешь обязательно. А что комментировать-то? Ну... Ну и плюс, знаешь, если это была его мечта, увидеться с вот этими вот кого-то перечислил, ну, даже не зная. Что? Плохая мечта? Ты хочешь это сказать? Ну, слушай, я считаю, что в жизни должны быть немного другие какие-то цели, мечты. Так ты осуждаешь его мечты, его цели? Типа, они для тебя... Я не осуждаю его мечты, просто это ты называешь тем, что это была его мечта. Но мне кажется, у него другие мечты. Намного, как-то, я не знаю, интереснее должны быть. Он мне говорил, что это для него была мечта. Где он говорил, что это его мечта увидеться, там, с какой-то тиктокершей? Мне кажется, ему как-то вообще пофигу. Хочешь, я ему позвоню и, например, спрошу про Валю Карнавал? Хочет ли он с ней увидеться или с Магдиштой? Так, причем у Ваня Карнавала? Я сейчас про тех, кого... К тому, что он мечтает. Он действительно мечтает о встрече с этими людьми. Не, ну, слушай, с Валей Карнавал и я мечтаю увидеться, да. Ах. Ну... Извини. Ладно, в общем, посмотрим еще момент. Но я тебе говорю, он действительно мечтал именно встретиться. Он рассказывал, как он жаждет, как он хочет этой встречи. Это так и называется. Человек мечтал, и я сделал. То есть, то, что для тебя эти мечты приземленные, ну, наверное, потому что вы с ним два разных человека, выросшие в разных условиях, имеющие разный возраст. Может, с этим это связано? Не знаю, не знаю. Мне кажется, что с этим. Так, этот момент никак не подписан. Посмотрим. Что это? Катана, что ты мне скинул, блядь? Секунду. Понятно. Катана дурак. Ничего страшного. Давайте тогда посмотрим вот этот момент. Что там? Почему никого не банят? Его забанят. Но я не знаю, почему так долго данный процесс длится, но я думаю, его забанят. Блядь, если не забанят, я петицию нахуй создам. Я реально создам петицию, где буду собирать подписи на то, чтобы его забанят. Я мимо этой худи не пройду, блядь. Потому что, сколько я в бане сидел, сука, целый месяц за это слово ебучее. А это значит вот так вот, мимо него, не-не-не, я петицию буду создавать. Какое слово? Процитируй. Слушай, а, процитирую слово, да? Ты мне объясни, где тут хейт? Я что-то так и не понял. Катана, ну и что ты скинул, скажи? А, тут нет хейта? Тут нет хейта. Ну я по поводу петиции тебе уже объяснял, как бы, да, ситуацию. Не, смотри, вот такая фигня, да? Ты вот сейчас сидишь здесь, я с тобой. Да. Мы стримим на твоем канале. А Жужо в бане. Да, Жужо в бане. Жужо в бане. Вот Жужо в бан отлетел, вот почему? Он мне рассказывал, почему. Жужо нарушил правила отвечания неоднократно, к сожалению, совершил одно и то же нарушение, так как не знал о том, что это является нарушением. Ему позже об этом сообщили. То есть он неосознанно нарушил правила отвечания слегка. Пару раз подряд. Не один раз, а пару раз подряд. И из-за этого... Подожди, ты хочешь сказать пару раз за один стрим или что? Пару раз за один стрим, да. И не удалил трансляцию после этого и не осудил, так как он не знал, что это является нарушением. Понял? А что это за нарушение было? Наверное, его не стоит озвучивать или, может, стоит. Но его уже заванили, поэтому... Я думаю, разницы нет. Это он читал фанфики. Фанфики в каком-то плане оскорбительного сексуального содержания. Он прочитал... А я слышал что-то другая причина, на самом деле. Я именно такое слышал, причем лично от него, лично из его уст. Я не знаю, из каких уст ты слышал. Ну скажи. Ну окей, слушай, ну такая себе причина. То есть, понимаешь, в любом же случае, неважно удалил он или нет, в твоей ситуации, когда у тебя такая большая аудитория, так много зрителей, не имеет значения удаляешь на трансляцию или нет, все равно нарушение было замечено администрации. Как бы, ну, какая разница? Плюс, кстати говоря, ты нифига не осудил тогда. Ты просто заорал и резко, соответственно, вырубил. О, о, нет, его правда за фанфики забанил. Они за то, что он номер показал. Да, вот, Вадя подтверждает. Добрый день, друзья. А что у вас какая-то перепалка скучная? Вы когда драться начнете? У нас конфликт. Так мы уже деремся, это драка. Это она и есть. Это так выглядит драка? Ну, в современном мире, да, в 22-м году так выглядит драка. Сейчас мы когда с тобой поделимся. Ты такой милый, Вадя, я бы тебе кисточкой дал по щечке твоей правой. Когда мы с тобой поделимся, Хес? Ну, слушай, надо время, день назначить. Я буду драться с твоей жопой. Ребят, какой у нас сейчас вопрос? Какой вопрос? Давайте я буду решать. А мне вопрос задают, вот, товарищ Никоглай. Да, есть, конечно. У нас конфликт. Доказываю Хесосу, что он является моим хейтером. Действительно, на протяжении долгого времени хейтил меня. Давай посмотрим, вот момент. Но в итоге мне показывают тиктоки, где я даже вообще... Давай посмотрим этот момент, Вадя, и ты прокомментируешь. Не, кстати, я, кстати, могу Хесоса понять по поводу того, что он говорит с баном связаны. Я вот честно говорю, типа, ну вот в плане там что-то писать, что-то делать, типа, я такого никогда не умею. То есть, типа, я не крыса там, что-то какую-то хуйню есть делать. Но в плане банов я сидел, например, за одно слово полгода. Вот, правильно. И ничего, я тоже ведь привел большую декорию на Твич. Но прикол в том, что, смотри, вот ты говоришь про то, что ты привел большое количество людей, правильно? Да. Чтоб ты понимал, по идее мы с бустером в один год тоже немало привели. Я думаю, ты понимаешь, да, когда ковид был, вся эта тема была, если что, там онлайн. Хес, какой был онлайн? Тысяч 10, да, я думаю, максимум было до нашего появления со Славой. Ну да. Ну тысяч 10 было. У нас со Славой было 50, 60, 100 тысяч. Изредка, ну изредка 100. И мы так стримили, грубо говоря, год. И всем было похуй. Все меня забанили просто и все. Только знаешь, когда забанили, написали, спасибо большое за твой вклад. О, пошел нахуй. А ты, как я поступил, удалил моментально записи? Конечно, это не работает. Так, делаются, я тебе скажу так. Если брать западный Твич, вот здесь респект, был такой стример, тоже самый известный вообще на Твиче. Но, тем не менее, его все равно забанили. Твичу, в принципе, всегда было пофигу. Какая у тебя аудитория, сколько у тебя ее? XQC банили тоже сколько раз. Поэтому, ну... Ну я все-таки топ-1 в таблице лидеров по среднему онлайну. Это, ну как-никак, очень сильно. Подожди. Я тебе только что сказал, что эти стримеры тоже топ-1 были. Подожди, ты понимаешь, что эти стримеры привели, во-первых, зарубежную аудиторию, которая все-таки Твичу более интереснее. И, во-вторых, они привели в миллионах. Ну, то есть, типа, как минимум. Сколько у... XQC вот получал бан. Сколько у XQC фолловеров? Просто интересно. Ммм, фолловеров? Ой, я не знаю, у него несколько миллионов, я думаю. Наверное, миллионов. Десять миллионов у него. Десять. Ого. А кто он? Что он делает? Он такой интересный. Слушай, смотри, он... Я не знаю, сколько лет, может, меня чат поправит, но он удерживает онлайн по 100 тысяч в течение 20 часов каждодневно. А. То есть, там серьезный чемодан. Ну да. На любом. Ну вот, видишь, как. Понял, но я пока так не умею. Я думаю, ты с Ваней не простремишь 20 часов. Нет, но я хочу сказать за счету Вани. Мы снимали клип с 3 часов ночи до 12 часов ночи. Это посчитай. 21 час непрерывно. Ваня продержался. Он пару раз уснул у Параши, но он продержался и снялся весь день со мной. То есть, Ваня, если хочет, то он на самом деле может. Какая у вас вообще проблема вот между вами двумя? Самая серьезная. Посмотри момент, Вань. Посмотри момент. Первая проблема, которую я хочу решить, это то, чтобы Хесус признал, что он меня хейтит, и немножко извинился. Дал заднюю, сказал, что да, где-то переборщил. Но он не признает факт хейта. Давай я тебе включу видео, и ты, Вадя, прокомментируешь. Давай? Давай. Смотри, вот такое видео. Хесус оценивает мой сниппет. Звука нет. Звук я показал мини-сниппет их совместного трека. Все? Я врубаю? Я запускаю или нет? Да. Да, капитан. Я точно запускаю? Да. Все, 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 я переборщил, я даже слишком много. Бля, ну очередная автотюновая какая-то штука. Какая-то вкуса сильно, в смысле? С этим точно никак не получится. Вот это даже кручится очень. Сначала, он хотел сказать, он хотел сначала сказать, автотюновая какая-то хуета, но понял, что сказать хуета будет оскорбительно. Почему ты как-то в мою голову залез что-то? Да не, ну, ну вообще, даже если бы он сказал хуета, ну типа, это же его вкусы. Да? Но после чего... Ну смотри, если бы он был бы твоим другом, если бы он был бы твоим другом, он бы, скорее всего, поддержал бы тебя, да? Даже если бы ему особо не понравилось. Нет? Не поддержал бы? Пиздец. Вот ты у ебан. Ты друзей что-нибудь поддерживаешь? Я вообще, я конченный. Пиздец. А я под твой трек этот про Майнкрафт танцевал. Где, на стриме? Нет, блядь, дома. Ну все, нет, ну я, может быть, в стриме бы тоже танцевал бы. Под его трек. Видел себе вот так душем в жопу, вот так и танцевал. А, не, ну это да. Это нормально. Надо было тикток записать. Хорошо, я сейчас так и думаю. Ну что, здесь не было хейта, опять же, мне показалось, что ты засрал мое творчество. Нет, я лишь предположил, что скорее всего это будет типичная автотюновая штука. Да, которых целая куча. Просто ты же как говоришь, я переверну шоу-бизнес вот этим треком. Я его послушал и ничего нового не услышал. Ты послушал пять секунд и сделал вывод по пяти секундам. Да, я сделал вывод. Ну а что, давай включи сейчас полную версию. Слушай внимательно. Слушай внимательно. Нет звука. Ой, блядь. В смысле нет звука? А, потому что у меня стоит ебучий шумодав. Потому что у меня стоит ебучий шумодав. И вообще, трек когда завтра выходит? У тебя, наверное, нет смысла. Уже скоро. Вот сейчас я покажу сниппет. Нормальный кусок. Только я ищу как выключить ебучий шумодав. Тебе уже нужно показать сниппет? Ну да, я покажу секунд десять. Ну кстати, хотите, если чату интересно, я могу сказать, что сказал Джожа по поводу твоего трека. Что он сказал? Если чату интересно, я могу сказать. Сейчас я ищу где этот ебучий шумодав. Ну вот без шуток, вот типа Джожа без стрима, это тот чел, который вообще никогда в жизни не елит. Вообще никогда, ну типа ему вообще не нужно. Серьезно? То есть клоунаду делает, но вот без стрима он типа... Ну короче, без рофлов Джожа сказал, что типа кусочек Коли, типа он по-любому разойдется. То есть Джожа сказал, что это разъебет, объективно? Ну кусочек, только твой. Только мой парт. Только кусочек, да. Ладно, показываю сниппет. Показываю сниппет. Готовы? Скажите, если шумодав уже убрался. Если вы слышите музыку. Сейчас Хест реакцию даст, кайф. Есть музыка? Да, да, да. Давай, все, слушайте внимательно. Было? Да. Ну, скажу так, скажу так, это сделано для тиктока. Ну согласись, это сделано для тиктока. Это же охуенно, вы что охуели. Я старался, я душу. Но это сделано больше, типа, знаешь, чтобы вот в тиктоке записывали под это нарезки. Ну, очевидно, он же тиктокер, поэтому я в историю не был оттуда. Я же тиктокер. Это понятно, но опять же. Ну, под это по-любому будет записывать. Подожди, я новости почитаю, там шоу-бизнес уже перевернулся, нет? Не, пока нет, слышишь? Ну, кстати, вот тут ты хейтер, реально. Ну ладно, блядь, ну смысл, подожди. Не, ну ладно, ну, не, ну подожди, ну то, что ты вот так подкалываешь, это уже такое. Я же, ну, надо выобщаться с ним или что? Не, не, ну, ну просто забавно. То есть хейтер. Блядь, ну как человек ведет себя, так и... Как я себя веду, я себя не нахуй ввел сейчас. Я себя нормально ввел. Ну, блин, ну высокомерно, высокомерно, понимаешь, шоу-бизнес. Нет такого, с моей стороны. Не, ну, Колю, цифры поменяли точно, да? Нет, нет, ребят. Цифры, я такой же простой парень, как и был. Такой же, как и вы. Коль, хочешь я голосовое, блядь, которое ты про вступление в будку элитную сказал? Ну давай. Да не, я не буду, не включай, ладно, я понял, я не буду. Ладно, блин, ну... Может быть, признаю, есть грешок, что где-то, где-то, может быть, я немного зазнался, где-то, но я называю это не так, я называю это высокие амбиции. Когда я говорю про себя, вот так вот, как бы хвалю себя, я говорю, что я просто амбициозный человек. Вы называете это хвостом, а я по-другому. Ну, просто понимаешь, скорее всего, просто люди к этому не привыкли. Ну, посмотри, на того же, там, на предипинса, да, он никогда про себя ничего не скажет, вообще ни одного слова. Хотя, по сути, он сейчас нихуя налетит, согласись. Кто, Диппенс? Да. Ну, ты знаешь, да. Ну. Он про себя вообще, мне кажется, мне кажется, он готов к стримеру пойти, у которого сто онлайн, это вообще без проблем. Ваня? Не, ну, как он не пойдет, у него очень много работы сейчас, ему свой канал нужно продвигать. Но он уже на втором месте. Он меня догоняет и по росту, и по онлайн он догоняет меня, он красавчик, он сильный. Ну, я тебе просто скажу, что, вот, мне кажется, если бы даже Ваню смотрел просто вот эти стримы, когда он стримит, просто по миллиону, мне кажется, он, он бы вообще, ну, знаешь, типа, не думал о цифрах. Думаешь так про него? Ну, тут поддерживаю, по факту. Не, может быть и правда, может быть и правда, может быть, вы с ним хорошо, очень знакомы. Не, знаешь, я тебе скажу честно, у меня есть ощущение, что ты просто все это наигрываешь, типа, так руфлишь. Ну, специально такое поведение делаешь, как бы, да? Не. Вызываешь? Не, мне кажется, специально. Не, с этим я не согласен. Специально, как Моргенштерн в свое время. Не, не, не. Если так, то, не знаю, мне кажется, тебе стоит немного быть осторожнее, потому что можешь перегнуть палку и потом тяжело будет. Поскромнее стоит быть, правда? Потом тяжело будет, да. Слушайте, ну, я тогда могу услышать и принять замечания в свой адрес и действительно стать скромнее. Для меня это несложно. Просто я уверен, что в вашей карьере тоже были моменты, где ты, Вадя Эвилон, где ты, Джейзус Эйвиджен, вы с собой гордились. Где вы были горды за себя и рассказывали о своих достижениях на публику. Такое было и не раз у вас. Я почему-то в этом более чем уверен. По-разному можно об этом рассказывать, по-разному. Можно это делать так, что, ну, людям это будет интересно и приятно слышать, а вот то, как это ты делаешь, это немного не то. Вот ты просто резко взлетел, может быть, из-за этого я не знаю. Вот знаете, я в своей жизни такую фразу, короче, плохую сказал. Мне до сих пор за нее стыдно, хотя уже огромное количество времени прошло. Мы сидели, короче... Что? Да, осуждаю фразу. А, нет, нет, в этом... Нет, короче, мы сидели вместе со злым в ресторане дорогом, он снимал ролик, и он говорит, типа, как тебе, короче, еда? И я, короче, он не помню, как ты мне сказал, и я говорю, знаешь, злой, типа, если бы не было меня в твоей жизни, возможно, ты бы, типа, смог бы в этом ресторане попить только воды. Короче, я порофлил, я пошутил, и потом, короче, начали делать нарезки, я посмотрел, мне так стыдно было, я думаю, боже, что я вообще ляпнул. Это ужас, блять. Фу, позор какой-то. Вот, ну, типа, так я никогда не говорю, у меня такого нет, что я прям... Вот даже, знаешь, для меня, честно, даже довольно высокая фраза, вот как представляют бустера в роликах. Типа, говорят, это там топ-1, СНГ стример, там, знаешь, типа, для меня, мне пиздец вообще некомфортно. Это коммерция, Слава, они это говорят, потому что это хотят услышать. Людям это интересно слышать. Ну да. У тебя задевает всё равно? Не, не, я имею в виду, я так не могу, понял, про себя сказать. А-а. Ну ты всё равно красавчик. Вот, типа, год, который был, я никогда ничего не говорил такого. Угу, ну окей. Короче, вы можете решить свою проблему? Да, можем. Смотри, у меня Хесус... Что ты мне скидываешь? Катана, не открывается это видео. Иди помойся в туалете. Сейчас я попробую его скачать. Секунду. Явелон, завези контент, пока я качаю видео. Да, вот тебе контент. Валь. Это, слышишь, знаешь, какой я могу контент завести? Какой? Да, ладно, я не хочу. Я просто, я бы, я хотел пошутить на тему Диппинса, но мне, честно, так непонятно, как Диппинс реагирует на шутки и на всё это, поэтому не буду шутить про Диппинса. А что, облакая шутка? Да не, я просто хотел сказать, что я мог завести контент, а как Диппинса, просто молчать. А-а, понял. Нихоя не делать, просто сидеть. Понял. Ну, немножко засрал моего друга. Я ему наберу ещё, устроим вам бой в октагоне на фоне этого. Но сейчас решим с Хесусом вопрос. Хесус, прокомментируй. А у вас будет бой? Сейчас узнаем после того, как он прокомментирует этот ролик. Ты знаешь? Я не понял, блядь. Пришёл, значит, со своего ТикТока на Твич. И чё ты здесь теперь командует, блядь? Я организую, я разрешаю, я не разрешаю. Да и чё такое, блядь, вообще, дядя? Мы тебя сейчас обратно на ТикТок отправим. Можешь там дальше сидеть, блядь? Бан сразу тебе нахуй направил. А что, а к чему это вообще? Сразу бан тебе нахуй направил. А к чему это, да, я чё-то не понял. Ты уверен, что это вообще тебе? Я не помню этого. Это было конкретно мне, что ты отправишь меня на ТикТок, что я там что-то... А к какому моменту это? Я не знаю, там... Ну да, к какому моменту? Может, это вырезано из контекста? Я сам просто не помню. Ага, то есть не помню. А сколько там просмотров в ТикТоке на этом моменте? Сейчас я тебе скажу. Лайков, лайков. Более 20 тысяч лайков. О, здорово, слушай, круто. Да? Не, ну слушай, исходя из того, что я услышал, по-моему, в моём голосе была нотка сарказма. То есть, мне кажется, если я... Ну, я это говорил, но, по-моему, я это говорил несерьёзно. И так же и петицию ты говорил несерьёзно. По поводу петиции я тебе уже объяснял. Ты всё равно её не делал? Вот да, я бы всё равно её не делал. Да. Скорее всего... Ну, короче... Хотя сейчас, знаешь, жужо забанили, я опять так селбанул, да что ж такое-то, блядь, а? По-моему, это несправедливо. Ну, слушай... Против этой несправедливости бороться. Против всей? Ну, не против всей, а против той, ну, против которой ты хотя бы можешь бороться. Вадя, вот я замечаю такую вещь, что Хесус как будто первый раз видит, как человека, нарушившего правила Твича, не блокирует Твич в связи с отекающими обстоятельствами. Какими ещё отекающими? Есть такое, как отекающие обстоятельства. То есть, по факту, я нарушил правила, но при этом это произошло в таком контексте, что это вполне можно простить. Я такое видел много раз на Твиче, лично был свидетелем подобных случаев. И Вадя, и ты, вы были свидетелями этих случаев. Просто вы почему-то про них забыли, что ли? Ну, ладно, вот если без шуток, то бывают ситуации на стримах, и, типа, и людей всё равно не банят. Но за слова, за вот это именно слово, я не знаю. Я тоже, я не видел такого, чтобы за это слово... Я вот прям... Ну, я тебе без шуток говорю, типа, я не знаю. Тем более, ты назвал этим словом другого человека, то есть, прямое оскорбление было. Так что, я хз. Ну, другой человек мой друг. Ну, это... Слушай, это так не работает. Тем более, слушай, ты так друга назвал? Осуждаю. Наоборот, хорошо, друг, мои друзья. Ну, кстати, может, на маленьком онлайне и было такое, что не банили. Ну, вот на таком, ты же представляешь, какой-то для... Кстати, для твича какой-то показатель. Такой бэмс. Меня, кстати, знаешь, меня, кстати, забанили, когда у меня средний онлайн почти доходил до 50 тысяч. На тот момент это был пиздец. То есть, мои последние стримы смотрело 116 тысяч, 105 тысяч. Был стрим на 90 тысяч. Это мои последние стримы, меня забанили. Меня бы забанили, по сути, на тот момент, на тот момент, грубо говоря, на пике таком, знаешь. Меня тоже забанят, скорее всего. Я поговорил, мне, скорее всего, выдадут наказание, просто сейчас обдумывается конкретно сроки наказания и дата его выдачи. У меня, кстати, долго. У меня, кстати, очень долго тоже думали. Там тоже очень много решалось. Я говорю так, я получу бан на твиче, я 100% получу бан на твиче, я понесу наказание за то, что нарушу правила. Единственное, что это сейчас решается время, выдача наказания, дата и, ну, вообще, прочие вот эти вот обстоятельства, связанные с наказанием. То есть, все будет хорошо, как вот, как Иисус говорит, если его это, как бы, очень, для него это важно, то это произойдет, я тебе обещаю, что это случится. Вот. Просто, просто не сейчас. Вот. Я хотел бы подменить момент, когда мы с тобой вчера поговорили на стриме, ты пригласил, получается, двух этих друзей, с которыми мы срались, и они мне потом прям скидывали клипы, получается, прямо меня оскорбляли, выставляли вруном конкретно, что я очень жестко напиздел, а конкретно они говорили, Коля говорит, что привел новую аудиторию на твич, но на твич за месяц пришло 0,57% аудитории. Типа, вообще 0, я говорю, что привел, но я по факту никого не привел, типа, так написано в статистике, они говорят. То есть, ребята просто заходят, и фул отрицают факт того, что я привел большую аудиторию, действительно большую, на твич. Просто отрицают, говорят, что нет, это пиздобойство. Статистика говорит, что такого нет. То есть, как это выглядит? Кстати, я не знаю. Слушай, ты просто там еще говорил, что там каких-то скачиваний было много, 800 тысяч, что приложение твича в России на первом месте из-за этого. Скачиваний было действительно очень много. Оказалось, что совсем не так, оно на 50-м месте. Вот, скачиваний, может быть, и было много, но ты же не знаешь, сколько их. Покажу график. Нет, я знаю, сколько. Я знаю, сколько. Потом, по поводу там 0,57, это уже не ко мне, я не знаю, в этой статистике не разбираюсь. Розови просто, мы все равно не знаем. Смотрите, этот твич начинается справа налево. Он уходил на дно. После того, да, так как только я начал с Ваней стримить, вот так вот пошел график скачиваний твича, который вот уходил, видите, за рамки вниз. Это вы можете посмотреть на сайте чартс. Сейчас скажу. Это, сейчас прошу. Что за сайт, где можно это посмотреть? Ссылку, пожалуйста. В чат сейчас проспамлю ссылку на этот сайт, где показана эта фигня. Сейчас мне скинут ссылку. В общем, по этой статье видно, по этому сайту, что твич, вот был внизу, даже за рамками нижними, как только мои трансляции с Ваней начались, посмотрите на график. Нет, дохуя людей пришло. С тем же самым, с Диппинсом, даже сейчас какое количество людей приходит? С Колей, типа, любом, дохуя людей пришло. Нет, никто же не отрицает этого. Я вчера это и сказал, что да, как бы аудитория приходит. Нет, твои друзья это отрицали. Нет, они не отрицали. Они тебе тогда сказали, что мы не отрицаем, что пришла новая аудитория. Если я не ошибаюсь, там же чувак был, Жора, когда только все это началось, он всеми силами пытался уличить меня в ботоводстве. Вплоть до того, что и ролик на Ютубе был, где он применял активное участие в доказательстве, что у меня боты на канале, как его твичи, контора. Нет, нет, он про боту вообще ничего не говорил. Нет? Нет, ничего такого не было. Ну тогда, может, его с кем-то перепутал. Он вообще ничего не говорил, в принципе, про тебя. Про твою статистику это другой человек говорил. Но все равно я заметил то, что постоянно очень многие стримеры твича, мне вчера объяснили, скорее всего, это связано с тем, что вы, дядя, сидите на этих стримах очень много времени, очень много лет, вы здесь свои, вас здесь все знают. И тут приходит какой-то чувак извне и просто бьет все рекорды и начинает командовать. И вам, наверное, на подсознательном уровне, как-то вы не можете принять чувака извне, который не с вами рос. Да нет. Вот я честно тебе скажу, вот без обид я тебе скажу, нам, честно, вообще похуй. Ну не всем. Ты понимаешь, ты приносишь, ты приносишь, типа, новую аудиторию. Почему мы должны тильтовать? Ну что я должен тильтовать, типа, например? Почему? Ну потому что нет таких цифр. И что? Слушай, я тебе так скажу. Ты думаешь, мне плохо живется? Думаю, нет. В свое время, вот, и Вилон, и Бустер тоже, ну, принесли сюда большую аудиторию, у них были большие онлайны, их никто не трогал, и я их тоже не трогал, никто их не хейтил. Наоборот, типа, радовались, что вот классно, новая аудитория пришла. Но в твоем случае, ты же сам понимаешь, почему это происходит, не? Или ты не понимаешь? Еще, знаешь, как вариант, вот я тебе хочу сказать, например, честно, я бы не хотел бы, например, 150 тысяч онлайна. Почему? Знаешь почему? Потому что это ответственность. Я стримлю раз в неделю. Типа, понимаешь? Меня и так, и мои ебашат. Мои на меня пиздят. Ты представляешь, иметь, типа, 150, 200, 300 тысяч аудиторию, ты должен им давать, давать постоянно зрелищ. Ты не можешь просто запустить, просто почили, ты не можешь. Они тебя скоро с говном сожрут, понимаешь, за такие стримы, как там, ты казик запускаешь, потому что им будет скучно. Ну, то есть, это огромная ответственность. Типа, ну, у меня и так, честно говоря, для меня у меня огромные цифры. Ну, то есть, типа, я смотрю там даже сейчас, на, вот меня Жожа, например, даже там перегнал, у Жожа онлайн какой сейчас, 50-60 тысяч. Да, 50-60 тысяч. Вот недавно был 70. Из-за нашего триплета. Да, но, понимаешь, это сложно будет держать, очень сложно. То есть, никто не понимает, каково это, типа, каково это такие огромные цифры. Я говорю, я когда видел 100, я специально говорил себе, что, типа, вот не привыкай к этим цифрам, потому что все равно будет меньше. Ну, пока что я держу очень длительное время, большие цифры, я держу. Катана, я дал тебе ссылку в Телеграм, проспамь эту ссылку в чат, где люди могут зайти и посмотреть статистику скачивания Твича сами по этой ссылке. Там, то есть, показано, что действительно у Твича в период, когда мы с Ваней туда пришли, очень резко взлетела статистика вверх. Вот, ну, просто, и так все понимают, что она взлетела, но пусть сами зайдут, еще убедятся. Это никогда лишним не будет. Понимаешь, еще есть одна такая тема, очень важная. Люди, на какой контент подписываются, такой контент они и хотят видеть. В этом еще есть некая проблема. То, что ты же понимаешь, что люди, которые подписывают на контент с Ваней, они больше хотят контента с Ваней. Это нормально. При этом они очень тепло ценили контент. Меня, Жожо, Диппинса, они очень тепло его поняли. Другой контент. Скажу так, скажу так, типа вот, без какого-либо хейта вашей тройки, вашей тройки разъебывает Жожо. Ну, я думаю, ты это понимаешь. Если с вашей тройки убрать Жожо, ваш стрим не будет выглядеть так. Ну, честно. Почему? Мы стримили с Ваней вдвоем. Тоже был очень большой онлайн, более 130 тысяч, где только я и Ваня. причем тот онлайн? Ты понимаешь, что когда ты типа находишься на хайпе, что бы ты не стримил, это люди будут смотреть. Сайт положили, кстати, со статистикой. Так много перешло, что положили сайт. Кстати, еще забавный факт. То есть, смотри, Жожо, ой, не Жожо, а Хесус, является представителем одной тусовки Твича, ты являешься представителем другой тусовки Твича. Твич поделен на тусовки. Это же фрик-скват, это 89-й скват, это две разные абсолютно тусовки. Я бы так не сказал бы. Ну как вот, типа, я зову Хесуса, Хесус ко мне приходит. То есть, типа, у нас нет разделения, мне не надо там братишки написать. Действительно, Хесус, приходишь на стриме, я тебе только что в начале стрима говорил, что у нас никто не запрещает куда-то кому-то ходить. И ты приглашал, получается, Вадю и фриков себе на стримы? Было дело, да. Ну, Вадю прям не приглашал, но фриков приглашал, да. Непонятно, кстати, почему. Я тебе даже так скажу, я могу спокойно выйти из 89-го сквата, я сейчас не в 89-м сквате. А, да, ну это мы слышали, после, ну, у тебя конфликт с Вовой, братишки, Вадя, а ты меня пригласишь в Африке? А ты хочешь в Африке? А я, кстати, создал свой сквад, я создал свой сквад. Я создал свой сквад. Я создал свой сквад. Я создал свой сквад. С этим, с Джожа Диппинсом, с Тендерли, у нас будет свой сквад, это будет уже третья тусовка, тиктокерская, назовем ее так. А, я так понимаю, там кроме вас никого больше не будет? Нет, мы возьмем еще Хесуса ВГНа. А я не тиктокер. Ну, мы заведем тебе тикток что-то выкладываю, поэтому... Мы тебе будем кидать референсы, будем научить танцевать, будешь снимать тиктоки и будешь в нашей тусовке. У тебя будет много онлайна и тебя все будут любить. И никто не будет писать, что ты, кстати... Ну, кроме твоего чата, наверное. Слышишь от всех любят. Я, кстати, недавно задумался, слушай, знаешь еще, чем опасен твой чат? Чем? И твое количество зрителей. Я вот помню, когда были ссоры какие-то, да, ну, без обид, они всегда были в 89-м складе. У нас, ну, типа, редко это бывает. И когда ты там получаешь хейт, типа, на 10, 15, 20 тысяч онлайна, это пиздец. Ну, то есть, типа, это прям очень жестко. Я... Я представляю, обосраться у тебя на стриме. Ну, 150, да, тысяч? Да. Это ж пиздец. Будет, наверное, неприятнее, чем если обосраться на 10 тысяч. Это факты. Знаешь, к чему я это говорю? К чему? Главное, чтобы ты себя вел нормально и не обосрался. Я веду себя вполне адекватно. Да, я признал за собой вину. Меня многие в этом уличали, что я немного зазнался. И говорю о себе очень часто высокомерные вещи, по типу, я там топ-1, я крутой, у меня много зрителей. Действительно, извините, что так сам себя хвалю. Наверное, это выглядит некрасиво. И я больше не буду тогда сам себя хвалить, если это очень многих смущает. Вот. А что, Дудь уже написал тебе, нет? Пригласил на интервью? Дудь? Ну, да. Это же... Или все же пока еще... коммерческая тайна. Субтитры создавал DimaTorzok